Салют, пипл! С вами Хьюман, и как всегда глоточек полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Ну что, друзья, похоже, Intel нас опять разочаровывает, потому что переносит выход видеокарточек Arca Alchemic. Плюс тут еще и POS смещается на неопределенный срок опять. Но зато появились новые и интересные данные о центральных процессорах Raptor Lake. И в то же время производители из России хотят создать свои чипы на 28-минометровом техузле. Правда, не скоро. Но об этом сегодня и поговорим. Погнали! Ну что, друзья, появилась новая информация в виде отчета о возможном грядущем переносе видеокарточек десктопного уровня, которого мы блин, ждем в июне, от ребяток под названием, ресурс названием Enthusiastic Citizen. И, кстати, они уже ранее делились такой конфиденциальной информацией о Intel, поэтому им можно доверять. И да, вы правильно понимаете, это дополнительная информация. То есть это мы тогда ждали видеокарточек десктопные в июне, может быть, под конец июня. Intel Arc, десктоп-версии, на ПК ваши. Так теперь, походу, их переносите еще дальше, то есть третий квартал. И я соглашусь, кто-то из вас, причем не один человек, говорил о том, что пусть лучше сделают перенос видеокарт, но они их выпустят не сырыми нормальными роботоспособными, а то тенденция что с железом, что с игровой индустрией, так себе. Но вы должны понимать один важный момент. Репутационный ущерб также вероятен. Если вы вдруг не в курсе, ну или подзабыли, я вам напомню вообще алгоритм, который происходил. Изначально видеокарточки Intel Arc Alachimic должны были выйти в декабре 2021 года. Потом случился перенос. Часть должна была выйти в декабре, а часть в 2022 году, в первом квартале. В итоге следующий перенос. Все видеокарточки будут выходить в первом квартале. В итоге опять переносы выходят только у нас мобильные видеокарты Intel Arc в первом квартале. По-моему, вышли. Да, получается, у нас январь, февраль, март. Они вроде как вышли то ли в конце марта, то ли в апреле. Подзабыл, поправьте меня, если я забыл. Не суть. То есть в итоге мобильные видеокарты выходят у нас под конец первого квартала, либо под начало второго. И суть в том, что они выходят в ноутбуках, а ноутбуки нигде не купить. То есть, по-моему, там возможно было в одной или в двух странах. Мы с вами до этого говорили, то ли в Корее, Корее и Океане, что-то в этом роде. И все. И в то же время там еще вопрос по драйверам, по сырости и так далее. Было еще много ошибок. Я уже молчу про переносы десктопа. То есть в целом мы сейчас видим, что перенос составляет полгода и более. И это еще не факт, что они выйдут. Да? А если выйдут, то в каком у нас состоянии все это будет работать? И это уже по моей памяти третья реализация видеокарточек от Intel. Третья попытка. И здесь они начнут ходить по очень тонкому льду. Плюс Intel еще заявляла, что как раз таки в плане десктопных видеокарт выйдет так называемая серия Limited Edition. То есть, конкретно что они имели в виду, не совсем я понимаю. Но это говорит о том, что количество карт будет небольшое и так само по себе. Это еще из учитывая, что они еще когда-то конкурс сделали на бесплатный розыгрыш карт. Ну, такое. И хочу добавить немножко от себя, что если все-таки так и будет, то есть Intel сейчас каждый раз перенося релиз видеокарт, идет по тонкому льду, который каждый раз при переносе начинает трещать. И когда карточки выйдут, если не выйдут, то если даже сейчас софт будет сырым в той или ином смысле, или плохо устанавливаться, как там, блин, даже со своими драйверами и софтом у Intel были проблемы, они сразу заживо себя и похоронят. Потому что, ну, с таким количеством переносов, с таким количеством попыток, как бы, это путь в один конец. А если еще и карт будет мало, а если еще и цены высокие, ну, тем более вы должны понимать, что учитывая всю эту бакханалию с ценниками на видеокарт, с их доступностью и так далее, ну, вы все знаете, прекрасно и без меня, то на Intel слишком большая ставка от людей, слишком большое ожидание. И вот даже сейчас, даже, ну, как бы, пользователь, понятно, что сам может переоценивать ожидания, но Intel должны это учитывать. Ну, в общем, это мое имхо. А теперь о цепешках от синих. И недавно всплыла информация о новом мобильном центральном процессоре Intel Alder Lake P на 14 ядер и 20 потоков. И, к слову, на борту которого 6P Core и 8E Core, где у нас первые основаны на структуре Raptor Cove, а вторые на архитектуре Graysmond. И вот, с точки зрения производительности, мобильный процессор Intel Raptor Lake P набрал 202 павла в одноядерных и 2052 павла в многоядерных тестах. Ну, а для полноты картин я вам предлагаю сравнить с i9-12900HK, в котором также 14 ядер и 20 потоков. И более высокие тактовые частоты Raptor оказался быстрее, как в одноядерных тестах, так и в многоядерных. Я вам даже больше скажу, Raptor Lake PES оказался быстрее даже, чем Core i5-12600K с гораздо более высокой тактовой частотой в одноядерных и многоядерных рабочих нагрузках. И это круто, понимаете почему? Потому что мобильный чип априори уже имеет, скажем так, ограниченную мощность, а процессоры с буковкой K имеют потенциал для разгона. То есть они полностью разблокированы. Ну, а вот поражение для того же 12700K является очевидным, ну, потому что там как бы априори нельзя выиграть из-за количества и производительности ядер того процессора. То есть при прочих равных, имея большее количество, ну, победить сложно. И к слову, Intel относительно недавно анонсировала свои Alder Lake PES, хотя нас уже ждут с вами в перспективе Alder Lake HX. Это камушки для ноутов, скажем так, рабочих станций, ну, или еще и для энтузиастов. Ну, а поскольку и по практике мы с вами знаем, что Intel куда более ответственно относится к выпуску камушков своих центральных процессоров, у них тут уже рука набита куда лучше, чем с видеокартами, да, как мы видим, то скорее всего Raptors мы с вами увидим уже под конец этого года. Возможно, начало 23-го. Так что, да, ждем. Ну что, друзья, официально, да, на третьей неделе, апреле месяца 22-го года, разработчики эфира сказали, что пост эфира того переносится. Насколько пока неизвестно. Да, все упирается в пост, который написал Тим Бейко, ну, скажем так, сооснователем эфирма, если так можно выразиться, что в июне пост ждать не стоит. Но, тем не менее, с той же информацией он подтвердил, что и оборудование вам покупать для майнинга не нужно, потому что переход будет вот-вот. Это можно трактовать, конечно, может быть, как-то с другой, с другого смысла, можете написать в комментариях, что вы об этом думаете. Но, тем не менее, он на этом настаивает, грубо говоря. Конечно, это не касается асиков, это в контексте именно игровых видеокарт. То есть он настаивает, что переход близок, плюс мы должны с вами учитывать, что эфириум сейчас как бы не 4К. В то же время он говорит, что переход очень близок, и мы должны учитывать стоимость эфириума, который сейчас в районе 3000 баксов, который просел. Да, это не 2К, как там было, относительно недавно, но это и не 4К, и не более того. Это нужно учитывать. Ну, посмотрим. Ну и раз уж мы с вами заговорили немножечко о майнинге, не могу себе отказать в удовольствии напомнить вам про LHR видеокарты и как-то ломают, не ломают. А то что-то мы с вами вообще давно о майнинге не говорили, я прям соскучился. Так вот, сегодня о Light Hash Rate, как там чего, как уже поломали защиту и поломали ли. Ну, на сайте гитхаб уже доступен для скачивания TRX Miner, который в версии 0.25.12, и он уже позволяет обходить непосредственно защиту майнинга от майнинга на 80%. Но, правда, ради стоит сказать, что, по-моему, уже было до этого 82-83% около того. Но это было в предыдущей версии 0.25.10, но поскольку стабильности достичь не удалось, поэтому пришлось откатиться немножко назад и 80% это то, что стабильно дает обход. Отчего, кстати, ряд карточек с LHR приставкой подорожали. После того, как санкции прижали РФ к стене, правительству России пришлось разработать свой механизм, ну, скажем так, борьбы или производства. И сейчас предполагается инвестиция примерно в 38,3 миллиарда долларов для того, чтобы развивать свою промышленность микроэлектроники. И все эти деньги пойдут на 4 основных развития. Перечислил. Развитие технологий производства полупроводников. Разработку отечественных чипов. Маркетинг указанных чипов. И обучение работников. Ну, либо же есть пятый пункт, где денежки из бюджета попилит тому, кому надо, в те карманы, которые должны пойти. И на этом, как бы, сказочке конец. Ну, может быть и нет. Как вы думаете, напишите в комментариях. Ну, а ныне же, если не забегать вперед, там, к 2030 году, то сейчас хотят нарастить производительность чипов на 90 нанометров. Да, вы не ослышались. 90 нанометровый технический узел. А вот уже к 2030 году 28 нанометров. И, как бы, стоит напомнить, что подобный техпроцесс в определенных сферах, он морально устаревший, считается еще с 2011 года. Но, давайте быть объективными. Все-таки, если мы говорим в контексте 90 нанометров, естественно, здесь речь идет не о центральных процессорах для игровых каких-то индустрий, да? Здесь говорится о промышленности и о военной сфере. И вполне вероятно, что именно 90 нанометров здесь будет более чем достаточно. Я, правда, не IT-блогер военного направления, поэтому, возможно, 90 нанометров действительно это нормальная тема. Возможно, нет. Кто вдруг разбирается в этой сфере поболее, чем я, напишите в комментариях. Скажите, на нынешнее время, 2022 год, для промышленности, продвинутой и военной техники хватает 90 нанометров? Ну, там, для каких-то сфер или еще чего-то направления? Или же нет? Ну, а на этом, ребятки, у меня для вас на сегодня все. С вами был, как всегда, Хьюмэн, и, как всегда, подписывайтесь на мой игровой канал, и, как всегда, кайфовой вам игры. Субтитры сделал DimaTorzok